добрый день итак в первой серии приключений дона сезара я обещал вам рассказать как делаются паруса и флаги в игре сидмейр парац притом сказал что это делается легко и просто за 5 минут с чего все это начинается начинается с того что мы открываем справку прилагающуюся к игре и начинаем ее читать и узнаем что в игре вот сидмейр парац можно использовать собственные флаги и эмблемы на парусах и чтобы добавить эти флаги и эмблема в игру нам нужно создать некоторые файлы и поместить их соответствующую папку 1 заковыка с которой столкнулся это вот то что флаги эмблема на парусах должны быть сохранены в формате direct draw surface dds dx3 с мини мэпсами вы знаете я знаю bmp файл я знаю gpg файлы сейчас поплатите активно шагают png файлы я тоже знаю но вот что такое dds файлы я не знал и компания сидмейр парац предлагает мне и красит пары справка говорит мне что вот вы можете воспользоваться видео с текстур tools или же каким-то пакетным конвертером изображением еще какая-то утилит конвертированное изображение господи как все сложно как невозможно это какие-то конвертеры что-то ставить это очень долго мы играть и вам хочется играть нам хочется быстро создать флаг или пойти в бой под нашим флагом одни заниматься там какими-то конвертерами но я вас обрадую времена разменяются технологии разменяются вот этому так все перечеркиваем смело и нам нужен один редактор который называется paint paint.net вот это бесплатный редактор который написан на профессиональным ребятами которые уже сейчас работают компании microsoft я сразу же перейду соответственно на страничку где можно взять этот самый редактор paint.net соответственно эта страничка есть на русском языке она есть на английском языке и на русском языке называется адрес paint.net.ru сейчас на экране у нас главная страница данного сайта именно так она выглядит программа абсолютно бесплатная без рекламных баннеров даже 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 тут нет дополнительных рекламных баннеров гугли никаких дополнительных рекламных баннеров вообще ничего есть уроки справка но нам нужно взять эту программу нажимаем соответственно кнопку скачать программа сейчас доступна вот сегодня у нас 24 декабря 2015 года канун нового года программа доступна в двух версиях версия для windows 7 сервис пак 1 или выше включая 8 8 1 это важно вот или же программа для windows 7 и так вот мы видим вот эта версия 405 она у нас предназначена для windows 7 сервис пак 1 если у вас не сервис пак 1 то соответственно берете версию 3.5.1 вот потому что версия 40 не пойдет просто windows 7 я нужен минимум windows 7 сервис пак 1 и так забираете или 405 версию или версию 351 зависимости того какова с операционная система скачиваете и как вы видите размер файлика просто минимальный скачивание произойдет мгновенно устанавливаете ее можете оставить включенном антивирус антивирус вас будет молчать и без проблем убедитесь пропустит эту установку этой программы никаких проблем у вас не будет что ж я уже скачал эту программу установил давайте переключимся в эту программу и начнем уже создавать флаги так я отключу аннотации переключаемся в программу сейчас у нас канун нового года поэтому я проходил по интернету и решил что флагом у меня будет звезда новогодняя звезда будем плавать под новогодней звездой вот я нажимаю открыть я взял эти файлы из свободного доступа поэтому надеюсь автор не будет против я воспользуюсь его работой вот такую прекрасную красную новогоднюю звезду мы будем превращать во флаг на парусе нашего корабля я сделал немножко посложнее я эту звезду сделал не на белом фоне а на синем фоне небо для этого я создам новый слой соответственно вот я нажал кнопку создал новый фон фон вратиль получилось два слоя один слой я вот так вот это у нас будет фон со звездой звезда наша вот а этот фон мы сейчас сделаем фон и так я нажимаю так вот так дом правка 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 выделить все вот стоит галочка стоит фон вот я выделил все я нажимаю стереть все стер я там тыкнул градиент почему неважно главное что нам нужно стереть один фон и так его стер благополучно теперь я хочу его залить градиентом который будет изображать у меня небо вот я выбираю градиент выбираю такой тромба видный тромба видный сделаю я выбрал синий цвет давайте даже потемнее сделаем наверное потемнее синенький сделаем поставим теперь в центр куда-то так так на глазок вроде получилось нажимаю левую кнопку и начинаю тянуть 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 тяну вот отлично у нас синенькая но потемнее потемнее сейчас сейчас исправим лучики вот пусть будет так хорошо и так у нас есть фон так у нас есть фон теперь включим нашу звезду что мы получим мы получим что наша звезда своим белым фоном закрывает наш фон поэтому возьмем магическую нет это кисть вот волшебную палочку нажмем по белому фону она вас выделит белый фон даже клавишу так я забыл отключить фон извините еще раз повторим операцию вот звездочка обвелась у нас такие вот вот я нажимаю клавишу delete что получится вот получилась звезда и шашечка означает что фон прозрачный теперь подключаем нижний фон который мы создали вот получаем звезду на фоне синего такого синего точного неба прекрасно да простят меня художники за цветовые гаммы это демонстрация создания флагов итак у нас есть звезда на синем фоне сделаем промежуточное сохранение во первых сохраним этот файл сохраним этот файл формате программа pain.net если мы хотим вот так про меня сохраняют расширение вами подаем сохранить идет сохранение теперь я его сохраню как вот новомодный формат png я заметил в интернете очень модно пнг вот сохраняю его как пнг это нужно для того чтобы склеить всех слои и проверить что картинка будет нормально сохраняем я вообще люблю вот меня спрашивает обвините слои игры до объединить все слои объединяем слой вот я вообще люблю делать много резервных копий для того чтобы во время работы если что-то не получилось можно было всегда вернуться назад и теперь нам нужно сделать из этого флаг вернемся для этого к справке и прочитаем кого же размера должен быть наш флаг тут написано что вы ширина и высота флагов должна быть со степенями двойками 128 256 64 на 128 так далее имена флага должны начинаться с префиксов флаг и так я зашел уже для образца посмотрел файлы игры 7 pirates оказалось что у нас на самом деле флаг это изображение размером 256 на 256 точек поэтому мы просим наш редактор пн.нет изменить там размер картинки убираем галочку сохранять пропорции и ставят тут 256 на 256 точек отлично нажимаем кнопку ok вот и так у нас пнг файла что-то сформировался и он теперь размером 256 на 256 точек тоже сохранить и теперь нам нужно этот файл преобразовать в dds ну что же говорим файл сохранить как выбираем здесь dds теперь нам нужно правильное название файлу дать вот я тут все сохранял какие-то 44 до 75 красоты а теперь можно дать правильное название файла возвращаемся к справке и читаем что имена флагов должны начинаться с префикса флаг подчеркиваем вот копируем копировать вставляем сюда флаг подчеркиваем пишем звезда что пишем звезда притом я пишу по-латински так как все название звезд звезда 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 вот звезда пишу по-латински так как название всех файлов агрессивные спиратас по-латински вот пожалуйста говорю сохранить сохранить на предлагают вот сейчас у меня есть скрин дрова так нам предлагают вот здесь вот выпадающее меню вот здесь есть по умолчанию вас будет ставить дирекс 1 нужно переключить на dx дирекс один будет стоять по умолчанию когда вы только начнете работать с редактора переключайте на dx3 дальше это все вот сжатие кластерные не знаем возвращаемся справки нам говорят dds3 dx3 с мини мэпсами хорошо с мини мэпсами хотят возьмем честно говоря я в начале не ставил эту галочку эти мип мэпс там мини мэпс тут мип мэпс в общем галочки тут по умолчанию не стоит я ее и не ставлю так что вот и все и так работает дальше если захотите можете сами проверить в общем я нажимаю теперь окей идет кодирование что ж наш флаг готов обращу ваше внимание метод тестовой проверки показал что у флагов обязательно должен быть фон нельзя делать флаг с прозрачным цветом фон в отличие от парусов теперь приступим к парусу который у нас будет с прозрачным цветом фона откроем другой файл вот я нашел себе другой файл это у нас будет дед мороз едущий на санях вот я его открываем наш классный дед мороз который едет на санях и давайте начнем делать парус ну черный парус там не должен такой вы опять берем нашу волшебную палочку выделяем черный цвет нажимаем клавишу делает отлично у нас есть дед мороз абсолютно прозрачного фоне здесь все будет побыстрее скажем файл сохранить как ходить как сохраню его в png как я уже сказал я люблю делать промежуточные файлы для того чтобы впоследствии можно было вернуться и заново изменить если что-то не получилось теперь скажем изображение размер изменить размер опять-таки опытным путем я установил что у нас парус это размер картинка 512 на 512 то есть квадратная ну вот здесь у нас картинка длинная и при этом узкая поэтому я говорю сохранить пропорции делаю сначала 512 ширину говорю ok так ширина 512 у нас есть и теперь нам нужно нарастить высоту для этого мы говорим изображение и говорим уже изменить размер полотна вот тут есть привязочка куда мы скажем по центру вот скажем не сохранять пропорции просто увеличим размер полотна до 512 разместим картинку по центру и скажем ok так при увеличении полотна у нас верхняя нижняя граница была залита белым фоном соответственно на флаге на на парусе прошу прощения это будет залить белым фоном нам тоже нужно брать поэтому опять беру шипную палочку выделяю белый фон раз нажимаю клавишу делать стираю опять нажимаю опять нажимаю делает стираю и так у нас есть классный дед мороз 512 на 512 сейчас мы даже я еще раз сделаю промежуточное сохранение напишу тут 512 512 сохранить вот хорошо так у меня с дед мороз 512 возможно мы впоследствии например захотите добавить какой-то фон да а я даже сейчас покажу вам вот сейчас мы его сохраним как флаг без фона сохранить как теперь название файла dds естественно выбираем как нужно называть парус идем справку здесь написано что эмблема должны начинаться для парусов вот с такого названия ошибся и для лрг вот горюк копировать переносим вот сюда выбираю вставляю вот и это у нас будет дед мороз дед мороз дед мороз дед мороз так больше подчеркивания использовать у меня файла ни в коем случае нельзя это опять сказано в справке но мне нужно какое-то поэтому я использую минус минус дед мороз и напишу но фон но фон то есть без фон что было понятно я нажму сохранить опять нас прошли dx3 тут явно кластерный медлен я не буду генерировать никакие метмапсы и этого не разбираюсь захотите нагенерировать кто разбирается может может даже кто-то расскажет мне под этим видео что это за мне макси вот и так у нас есть мороз дддс до вытер закрой его открою даже другой флаг откроем соответственно где же у нас тут так нам нужен png файл дед мороз вот дед мороз пнг 512 вот опять его откроем и теперь давайте дадим парус у нас бруса белого цвета поэтому возьмем в основном цвет белый и зальем белым цветом раз вот так вот у нас будет дед мороз на белом фоне до белого флага сохраним теперь его преобразуем в ддс и вот вы говорите как опять же выбираю ддс вот у нас уже здесь дед морозного фонт чтобы написать я теперь напишу white вот white это белый по-английски вот пишу white и опять оставлю минус они подчеркивания потому что нельзя использовать больше подчеркиваем только здесь мы shift подчеркивания а сами его подчеркивания уже добавлять не имеете права это опять таки указаны в файле справки хорошо сохранить итак наши флаги и паруса готовы так еще не готова окей и так мы сохранились теперь нам нужно поместить эти флаги соответствующую папку идем в справку опять и смотрим что вы должны сохранить пользовательские флаги эмблема в папке кустом дальше тут написано что мой документ с мои игр процесс на самом деле куда вот у вас установлено вам нужно найти вот эту папку кастом а ее местоположение зависит от того куда вы установили игру вот например я установил игру по адресу игры 7 парниц и именно здесь у меня есть это самая папочка кустом собственно говоря здесь уже есть флаги английские французские те которые применяются в игре которые вы можете выбирать поэтому я открываю проводник и так я открыл папку флаги и паруса где у нас находится наш подготовлено флаги осталось их только найти и так вот у нас соответственно это у нас английский английский так где же он где же так вот дед мороз вот у нас вот у нас с фоном и где же наша звезда вот флаг звезда вот я говорю копировать значки файла вас могут быть по-другому как-то выглядеть вот я копировать и и теперь говорю как лежит говорю вставить вот отлично вставил вот появилась звезда что ж теперь осталось включить игру и посмотреть добавились ли туда наши флаги теперь включаем игру и так я включил игру и вот здесь у нас есть такая же менюшка есть изменить ваши системные опции по-русски она как-то по-другому называются модифицировать ваши паруса и флаги нажимаем вот у нас тут стоят флаги о приключении дон сезара и вот мы видим что у нас появился флаг обратите внимание тут диодство флаги почему-то внизу а паруса наверху и вот он флаг получился голубенький и соответственно мотаем наверху так вот у нас есть флаг соответственно вот этот вот флаг это у нас дед мороз без фона а этот флаг дед мороз фона видите парус становится он такой как бы неестественный если дед мороз фоном без фона пардон то флаг такой серенький естественный парус а если вы даете белый фон такой ярко белый флаг как бы он неестественный получается поэтому я поставлю дед мороза без фона и И опять-таки обратите внимание, я пытался создавать флаги, не парус, а флаг без фона. К сожалению, если вы посмотрите на образцы, которые уже существуют, например, испанский флаг, или пиратский флаг, или французский флаг, все эти флаги изготовлены с фоном. То есть флаг нельзя сделать с фоном, ой, без фона вернее. То есть так, чтобы он был такой красивый, обязательно нужно что-то там. Вот даже если мы на английский посмотрим, специально сделал такой серенький белый фон, они дополнительно создавали флаги почему-то, где поддерживают прозрачный цвет. Но мы поставим нашу новогоднюю звезду, здравствуй, новогодняя звезда. А вот паруса, паруса поддерживают прозрачный фон. Теперь для того, чтобы сохранить изменения, нажмем кинжал, что опять-таки нам говорят парни в файле справки. Нажимаем кинжал, так, и значит, надо теперь загрузить игру и посмотреть, что флаги изменились. Вернемся в игру, скажем, загрузить какую-нибудь игру. Ну вот я тут для души играю. Вот шестой, и вот поплыли. Вот он, родной наш флаг. Вот, пожалуйста, наша новогодняя звезда. Зайдем к корабелу, полюбуемся большим. Вот, скажем, проконсультироваться. Вот наш Дед Мороз. Ну, видно, что можно было бы его побольше, наверное, растянуть. Ну, в принципе, Дед Мороз виден. И звезда на флаге тоже. Ну, сделаем выход в море. Приблизим, еще полюбуемся. Вот даже изменим вид. Вот наша новогодняя звездочка болтается на флаге. Вот, все красиво. Чужие флаги не испортились. Вот, а у нас есть прекрасная новогодняя звезда. Довогодняя достроения. И с этим новогодним достроением мы можем с удовольствием развлекаться в Сидмейерс Паре. О, даже давайте захватим Бригантину. Давайте пиратский Бригантину. У нее парус получше, покрасивее. Сейчас мы... Здравствуйте, Бригантина. Нам срочно нужно натянуть свой флаг на ваш парус. Ой, абордаж. Ура. Берем рапиру. Уважаемый капитан. Перекраска сейчас состоится. Красим паруса. Все это не правило. Новый год на дворе. Опс. Не хотите перекрашивать? Да ну, бросьте. Вот, надо смыть водой сначала ваши паруса. Отлично. И что же мы видим? Вот. Да, даже возьмем его Бригантину, сделаем нашим флагманом. А если так, извините. Ой, облака вешают. Да. Ну, вот такой Дед Мороз у нас скачет двогодний на парусе. В общем, удачных вам парусов. И удачной встречи Нового года. Звезда зато получилась достаточно яркой и мощной. Хорошо смотрится. Сейчас приблизим. Вот как быстро, шустро летит прямо. Вот, прекрасно. Вот Дед Порос. Вот подарки, да, привез. А, вот я знаю, надо трубу поставить. Вот, подзорную трубу. Видим, сам себя не вижу подзорную трубу. Вот там идет Дед Порос. Ой, я уже забаловался. Попробую. Сейчас, давайте, Королевский шлюп еще. Так, Королевский шлюп. У нас Главдой теперь будет. Так, так. Сейчас Королевский шлюп Главдой. Дорогой Королевский шлюп, пожалуйста. Повернись к нам. Нет, не могу. Давайте, ладно, сейчас зайду в порт куда-нибудь и покажу паруса. Зайду в порт. Сходим. Да, вот, тут мы увидим прекрасный парус с Дедом Морозом. А здесь мы можем видеть флаг-звезду, которая гордо реет и создает там праздничное Новогодие настроения. С Новым Годом у вас! Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.